Наша компания – это команда увлеченных, очень творческих, очень хороших людей. Во главе с очень нестандартным, очень креативным лидером. На самом деле все очень просто. Люди, которые собираются вокруг задачи, это люди увлеченные, люди, обладающие какими-то общими базовыми ценностями. В нашей профессии очень важно умение радоваться, оказывая гостеприимство другим людям. У нас была такая игра. А что, если мы хозяева ресторана? По мере роста амбиций нашего генерального директора мы вырастали от одного ресторана до сети ресторанов. В общем-то все было окей. Не всегда было важно, куда мы прибежим. Главное, что мы делали это энергично, иногда даже очень увлеченно, но не всегда понимали вообще, куда этот бед приведет. Было огромное желание познать что-то новое, и мы находили. На тот момент был внутренний запрос на некую систему, которая необходима была коллективу, команде. Все руководство компании понял, что это именно то, что мы искали. И вот этот запрос внутренний совершенно случайно вылился в то, что мы столкнулись с этой системой. Это было очень интересно, как более эффективно делать свою работу. Произошла революция в голове от сознания, что я жертва обстоятельств, я автор происходящего моей жизни. Это та программа, тот курс, который просто о том, как быть человеком с большой буквы. Вы сами можете стать автором, только лишь изменив свое мышление. О том, как можно ставить цели, как можно мечтать, как вместо причины и отговорок искать возможности и решения. Самое главное поставить цель, да, и ты ее однозначно выполнишь. И сейчас это уже стало навыком. Есть открытость, есть движение информации. Имеем право передумать, перерешать. Мы можем пересмотреть цели, то есть мы можем позволить себе ошибаться. Несмотря на то, что ей уже столько лет, и некоторые впадают в недоумение от того, что этот лысый дядечка из 80-х неужели до сих пор говорит что-то интересное, актуальное в наш век нанотехнологий. Да, говорит. Библия еще больше лет, и она не потеряла свою актуальность. Тем людям, которые приходят в компанию, сразу понимают, это мое или не мое. И каждый новый сотрудник проходит обучение по той же программе, что и проходит топ-менеджер и собственник компании, что очень ценно. Когда человек понимает, структурирует свою систему ценностей, понимает, что из того, что он делает, ведет его к эффективности не только в работе, но и в его жизни, делает его каждый шаг осознанным, проактивным. Во-первых, мы должны думать о том, как наше решение повлияет на наших коллег, на наших подчиненных и в итоге на конечного потребителя. Выиграл-выиграл, так называемый. Это позволяет формировать партнерское мышление, спрашивать себя, брать ответственность на себя. ГСМ навыков для нас является базовым фундаментом, на основании которого мы формируем в дальнейшем всю систему обучения. Вообще, на самом деле, я очень долго не замечала результатов своей работы. В этом году я начинаю замечать результаты. Они говорят, гость, Наташ, на твою работу видно. Они говорят, что вот такой сервис и такой подход к гостю, нигде такого больше нет. И делают выбор в пользу наших заведений именно благодаря тому, что к ним подходят как к человеку. Его невозможно пройти рассмотрю всю жизнь. Его можно проходить снова и снова и помогать себе, и открывать что-то новое. Мы даже не представляем, что бы было, если бы мы не столкнулись и не встретились с этими возможностями. Редактор субтитров А.Семкин